Вы в своей программе представили инициативу, в которой предлагаете выдавать ипотечные кредиты молодёжи под 0%. Обещаете улучшить систему здравоохранения. Да, вот я взял как раз новую газётку. Да. Где вы найдёте ресурс на это? Давайте, вам мешает. Да, а ресурс искать не надо. Всё намного проще. У нас по законодательству все коммерческие банки, которые принимают депозиты в национальной валюте, либо в иностранной валюте, значит 40%, если это леевые депозиты, они размещают в Нацбанке в виде резервов. Если в валюте сейчас было 21, было 18, да, сейчас 21%. То есть у нас десятки миллиардов лей денег коммерческих банков, за которые Нацбанк, чтобы вы знали, платит 375 миллионов лей в год проценты. То есть это лежат мёртвые деньги. Они прям мёртвые, они просто лежат, их ни для чего не используют никогда? Да, это мёртвые деньги. Это не наш запас какой-то государственный? Да, да, ещё раз говорю, это деньги, которые лежат, и за которые мы платим проценты. Как мы? Нацбанк, ну то есть деньги, нацбанк это же государство. Вот, поэтому, поймайте, складывается такая ситуация интересная, что можно было бы покупать жильё для молодых специалистов, молодых семей. У нас же главная проблема, что запугало людей, у нас большая часть людей боится банков именно из-за процентов, там пеня, ну то есть банки поломали на самом деле очень много молодых семей, молодых судей. У нас из-за банковских процентов, я думаю, 20% развода в стране, понимаете? Вот, поэтому из этих денег, вот например, вы молодой специалист, снимаете квартиру в Кишневе условно за 130 евро или комнату. Вы понимаете, что за деньги, которые вы арендуете, то есть вы начинаете выплачивать с первого месяца, просто это жильё становится вашим. Самое главное в этом проекте это то, что ваша квартира, которая условно стоит там 20 тысяч евро, она не превратится в квартиру за 50, ну по окончании выплаты. То есть деньги на это есть, их не нужно искать. Это то же самое, когда я говорю сегодня, чтобы спасти людей, почему, потому что ко мне больше всего просьб и обращений именно из-за того, что люди погорели на процентах, у кого-то там забрали залоги и так далее. У нас люди приезжают в страну, пашут за границей по 5-10 лет, приезжают, не знают, как вложить деньги, абсолютно бездарно их вкладывают, ещё берут в долг, потом уезжают ещё на 5 лет на заработки. Вторая инициатива это создать консалтинговые центры в каждом районе страны, где будут 2-3 сотрудника. Лучше сотрудников, чем ветераны банковского отдела, нет, это люди, которые видели тысячи бизнес-планов за свою жизнь. То есть больше, чем они, их никто не видел, да? И они сразу могут сказать, человеку, послушайте, не открывайте парикмахерскую в Окнеце, потому что вот их уже 3. Ну вот вы можете открыть небольшую маслобойку, а у нас вот есть ещё и расчёт, сколько бонасола. Так, у вас 10 есть, вот 10 тысяч вложите, и надо добавить ещё 7, вот возьмите кредит. То есть, понимаете, чтобы людям кто-то помогал, подсказывал, они бедные приезжают, ага, бричаны, всё, давай посажу 10 гектар яблок, потому что все в бричанах занимаются яблоками. Вот эти 100 специалистов в год, я примерно посчитал, что даже если у них будет зарплата 1000 евро в месяц, потому что должна быть нормальная зарплата, 1000, не меньше 1000 евро. Вы понимаете, это 100 тысяч евро, это миллион 200 тысяч евро в год для бюджета, но это спасёт огромное количество денег наших соотечественников в этой инициативе. Финансовое покрытие для этой инициативы, оно тоже оттуда, из того же ресурса? Объясняю вам, например, у нас сегодня есть система районных администраций, про неё у меня тоже написано. В каждом районе у нас есть председатель района, вице-председатель ровно столько, сколько партий создала коалицию, дальше пошли дирекции, ОМВЦ, Агрикултура, там, короче, начальник на начальнике, что они делают? Привожу конкретно пример города Единиц, где примарь независимый, уже там, по-моему, 4-й мандат Константин Кожакаров. Значит, на балансе города в примарии был кинотеатр, а Дом культуры на балансе районного света. Так же, как и памятник Ленина в городе на примарии, а Пушкину и Леменевску на районе. Так же недостроенные здания и так далее, и так далее. Что они делают? Они нашли коммерсанта, кому продать здание кинотеатра в Единицах. И просто решением районного света забрали с примарии к себе на баланс и сейчас выставляют на продажу. Все, что находится в городе, должно быть на балансе примарии, все, что находится в селе, должно быть на балансе села. Следующая проблема. Это стоит нам несколько сотен миллионов лей в год содержать эту систему районных администраций. Это вам ответ, откуда деньги, например, на вот эту инициативу. Может, там миллион двести... Убрать на районные администрации и просто ликвидировать? Районные администрации. Да, районные администрации. Сегодня все примары страны, я говорил вот на днях, с примаром Кагула Николаем, примаром Единиц, примар и сел, говорит, пожалуйста, пройдут президентские выборы, если надо, мы на дороге выйдем. Потому что главная проблема какая? Эти шантажисты, председатели районов, например, раньше были демократы, перед ним филатовцы, сейчас там где-то додумаются. Нравятся им примары того или иного села? Он получает деньги на дороге. Не нравится? Некоторые примары не получают деньги по 2-3 года. Если ликвидировать эту систему, неважно, примар от Усатого до Дона, Маясанду или независимый, деньги должны распределяться в зависимости от размера населенного пункта и количества жителей. И тогда все люди будут получать эти деньги. Они избраны, как это делать все эти годы. То есть, это опять же надо поломать, может, это экономит денег и так далее. Понимаете? Поэтому плюс по Бельцам. Смотрите, я же показал на примере Бельц, что, например, как Усат отремонтировал рынки. Все знают, что просто был аудит. Значит, было жесткое мое вмешательство. И бывший руководитель Центра по борьбе с коррупцией Севера Молдавии, господин Влас, возглавил это предприятие. В разлы возникла прибыль. И сразу за первый год я отремонтировал. У меня рынок Second Hand на улице Пушкина в Бельцах. И выглядит сегодня, как торговые центры частные в районах. Появились холодильные витрины на продовольствием. У нас лучшие рынки сегодня в стране. В отличие, кстати, знаете, что люди во всей стране меня спросили? И в Вулкани, и в Фалештах. Сегодня в Чадерлунге. У нас есть такая структура КООП, в которой решение правительства великого Василия Тарлева в 2008 году. Значит, людям, всех примаров обязали отдать в аренду на 25 лет все городские рынки. Эти люди сегодня платят 10% местным властям, 90% на карман. Они там ямы по колено. Люди сидят с этой клееночкой сверху. Этот полуразрушенный шифер, вы понимаете, это хуже, чем черкизовские в начале 90-х, где опять же... И самый главный пример, откуда деньги. Нам нужно один пункт сейчас, чтобы понимали, особенно жители Кишнева, Бельц, ну крупных городов в стране. Два месяца назад заправка решила... Компания, которая принадлежит заправку, решила приватизировать в Бельцах 20 соток земли. Прилегающую территорию. По закону, если участок свободен, его можно продать на аукционе, ну по рыночной цене. Если это уже прилегающая территория, и на ней что-то есть, торговые центры объекты... По госцене, вот по максимальным коэффициентам, Саша, значит, на Совете получилась цифра 178 тысяч лей за 20 соток земли. Я прошу рыночную оценку, мне говорят, минимально 220 тысяч евро, максимально 250. То есть вы предлагаете заменить законодательство и продавать по рыночным ценам, а не по... Да, но послушайте, ведь вы же, если, например, пришел ваш богатый родственник через два года в Бельце и решил купить эту заправку, ему никто не скажет, что минус 220 тысяч евро, то есть он будет платить сегодня... Я понимаю, рыночную стоимость. И сегодня из-за этого и Кишинев, и Бельце, и все города и села страны недополучили огромные деньги. Я очень рад, что я проработал примаром все эти годы, потому что я нашел очень много лазеек в законодательстве, которые никого не интересуют. Так же, как никого не интересует... Додон мне обещал, когда нас сняли с выборов в 2014 году, потом в 2016, когда мы поддержали в авторитуре, у меня написано в программе с 2014 года. Государственную аптеку в каждом районе. Все сразу испугались, потому что сегодня также несколько коммерсантов регулируют сегодня ценовой политикой на все медикаменты в стране. И сегодня люди просто некоторые могут умереть, когда показывают счет на лекарства.